Пишущие принадлежности, как и многие современные девайсы, тоже могут быть с приставкой Smart. Сейчас расскажем, как работают умные блокноты и ручки, покажем, что они умеют и ответим на вопрос, кому они нужны. Умные ручки и блокноты — это устройство для одновременного создания текста и на бумаге, и на смартфоне. То есть физическое изображение моментально оцифровывается. И для этого понадобится три элемента — смартфон с фирменным приложением, умная ручка и блокнот со специальной бумагой. Внутри умной ручки сидит стальной шариковый стержень, который работает точно так же, как и в обычной. Чуть выше в корпусе находится сенсор, который считывает написанный текст или изображение. Такие ручки могут работать от батареек, а могут от встроенного аккумулятора и заряжаться по кабелю. По заявлению производителя, заряда хватает на полноценный рабочий 8-часовой день. Умные ручки могут продаваться как самостоятельный товар, а могут сразу в наборе со специальным блокнотом. У него особые страницы с точками. Они необходимы для того, чтобы ручка ориентировалась в пространстве, а приложение смогло корректно воспроизводить линии. То есть такие страницы с помощью ручки и приложения превращаются в подобие графического планшета. А вот на обычных листах такой ручкой не попишешь. Точнее писать можно, а вот отображаться в приложении записи не будут. Софт для умной ручки можно скачать по QR-коду в инструкции. Именно приложение отвечает за сохранение записи в цифровом формате. Чтобы оно увидело ручку, нужно включить геолокацию и Bluetooth на смартфоне. Интернет не нужен, ручка может подключаться даже в авиарежиме. Затем включаем саму ручку и через какое-то время она появится в приложении. Когда начинаете писать на листе блокнота, софт автоматически создает цифровую страницу и отображает все движения ручки. Фиксируется даже сила нажатия. Линии могут быть тонкими или толстыми. Еще нужно помнить, что линии регистрируются сенсором, который ориентируется на точке. Если его закрыть или как-то сильно отклонить ручку, то линии просто не отобразятся на электронном листе. Но в реальной ситуации писать вот так вряд ли кто-то будет. С помощью приложения можно изменять цвет ручки. Но не физической, а той, что отображается в цифровом формате. Копию в приложении в любой момент можно отредактировать, стереть написанное или наоборот добавить текст, рисунок или сделать обводку дополнительными кистями. А с помощью инструмента LASSO можно выделить целую часть страницы и перенести ее в другое место. Есть функция транскрибирования текста. То есть написанное от руки можно тут же перевести в цифровые буквы, исправить ошибки или неточности распознавания, скопировать и переслать сообщение. Только перед этим нужно выбрать язык, на котором написан текст. В нашем приложении нет автоопределения языка. Да и если записи сделаны на разных языках, то перевод все равно будет только на выбранный. Качество распознавания текста приложением напрямую зависит от почерка. Чем четче написан текст, тем точнее он распознается. Но это не значит, что нужно писать только печатными буквами. Слова, написанные прописью, приложение тоже может считать. А если транскрибировать написанный от руки текст в электронные буквы не нужно, то можно сразу отправить в мессенджер всю страницу целиком в любом из доступных форматов. Есть популярные PDF, PNG и векторный SVG. Без специальных листов из блокнота умные ручки глупеют и пишут только в физическом формате, без создания цифровой копии. Но что делать, когда блокнот из набора закончится или ручка изначально приобретается без него? Производитель продумал этот момент заранее. На его сайте можно найти раздел с шаблонами для самостоятельной печати на домашнем принтере. Можно найти как обычные блокнотные страницы, так и листы для записи нот, удобные списки для продуктов и раскадровки для видеороликов. Но при использовании новых распечатанных листов с сайта производителя может возникнуть нюанс. Как правило, каждый шаблон — это не просто один лист, а пачка пронумерованных листов. И если просто распечатать две копии первой страницы, написать на одной из них, а затем написать на другой, то приложение будет воспринимать ее как ту же самую страницу, потому что обе они пронумерованы как первые. Скорее всего, листы отличаются уникальным расположением точек на каждой странице. Чтобы не путаться, нужно соблюдать физическую нумерацию — тогда листы будут восприниматься приложением как разные страницы. Но физическая нумерация в шаблоне рано или поздно закончится. В нашем случае это всего 50 страниц. Как начать писать на новой, первой странице? Для этого нужно в приложении определить уже исписанные страницы в какой-то цифровой блокнот. И после этого любая страница с тем номером, который перенесен в блокнот, будет восприниматься как новая, даже та, которая физически уже была исписана. Стержень ручки — это тоже расходник, который заканчивается. Найти стержню на замену можно на сайте производителя, либо поискать похожие в любом другом магазине. Только нужно учитывать размеры оригинала, в нашем случае стержни короткие — 70 миллиметров. Какие задачи может решить умная ручка с блокнотом? Самое простое — это оцифровка записанного текста. Это могут быть обучающие лекции, стенограмма переговоров или любые другие текстовые заметки. В общем, все то, что по какой-то причине нельзя изначально напечатать на компьютере, ноутбуке или смартфоне. Электронный блокнот может стать подспорьем в ремонте или при создании дизайн-проекта, имея всего одну ручку, разными цветами можно помечать определенные элементы на чертеже, и полученный результат можно будет сразу отправить на согласование в мессенджер или на почту. Реагирование на степень нажатия и выбор разных цветов позволяют использовать ручку с блокнотом как подобие графического планшета. Набор функций для рисования здесь очень скромный, но для создания скетчей подойдет вполне. А с подходящим напечатанным шаблоном можно делать раскадровки для создания анимации или видео и сразу же придумать и записать музыкальное сопровождение, используя нотные листы. Еще одна интересная функция в приложении называется реплей. Это пошаговое воспроизведение всего, что записала ручка в хронологической последовательности. Такая фишка может быть полезна, когда нужно объяснить этапы действия на сложной схеме. Умные ручки и блокноты — это что-то среднее между их неумными версиями и планшетами со стилусами. Полноценно рисовать здесь не получится. Зато молниеносно оцифрованные изображения или текст гораздо лучше, чем сфотографированные листки блокнота. Снимки могут получиться смазанными, темными или пересвеченными, а цифровая страница в электронном блокноте будет максимально детализированная и понятная. Особенно если почерк разборчивый. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok